СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН Тяжело в учении, да и в бою, вопреки расхожему выражению, тоже легко не будет. Футболисты РТШ вышли из отпуска и уже вовсю готовятся к новому сезону. А мячи вновь доказали, что самые сильные люди страны живут именно в нашем городе. Славу омских чудо-богатырей Михаила Шевлякова и Евгения Маркова продолжает наш молодой стронгмен Дмитрий Скосымский. Кроме того, на этой неделе Виталина Бацарашкина привезла в Омск из Минска золото европейских игр. Ольга Тё стала чемпионкой нашей страны по тяжелой атлетике. Авангард вернул в Россию из-за океана троих талантливых хоккеистов. А Ирина Иванова, Мария Родина и Анастасия Лазарева поднимались на пьедесталы представительных всероссийских турниров по легкой атлетике. Подробнее об этом и не только прямо сейчас. Июньское солнце, шелестящий листьями лес, терпкий еловый аромат, буйство зелени, а еще тучи комаров, взлетающих целыми эскадрильями по команде невидимого командира. Примерно так можно обрисовать антураж чемпионата и первенства Омской области по спортивному ориентированию, прошедшему в поселке Дачный. Вот такие карты раздаются каждому из участников. И в зависимости от того, какую дистанцию тот или иной спортсмен выбрал, зависит и количество контрольных отсечек, которые необходимо преодолеть. Дистанция для начинающих ориентировщиков немногим более одного километра. Содержит семь контрольных пунктов. В то время как гуру спортивного ориентирования необходимо пробежать почти четыре с половиной километра и отметиться на 27 пунктах. Самые юные участники группа мальчики-девочки до 12 лет, а самая возрастная группа мужчины и женщины старше 55 лет. Ну бегают, самые опытные участники имеются может 75-79 лет. Карта, компас и специальный чип, при помощи которого необходимо отмечаться на электронных табло на каждом СКП, вот по сути все, что нужно иметь при себе для уверенного продвижения от старта к финишу. Однако вооружиться необходимым инвентарем недостаточно. Нужно уметь определять азимут, вычислять расстояние между пунктами при помощи заданного масштаба и, конечно, разбираться в топографии. Как обозначается смешанный лес, грунтовая дорога, овраг, бурелом, отдельно стоящий куст или руины немасштабного строения. Карта составляется максимально подробно, чтобы спортсмены могли соориентироваться и сэкономить время. Кстати, знание топографии является незаменимым элементом не только в спортивном ориентировании, но и в туризме в принципе. Разбираясь в условных обозначениях, можно, к примеру, с легкостью отличить проходимое болото от непроходимого или определить расстояние до ближайшей дороги или источника. Физическая подготовка и выносливость тоже немаловажные факторы, ведь бегать приходится по пересеченной местности, хотя зачастую на первый план выходит совсем другое достоинство. Физически это, я бы не сказал, что сложно. Каждый бегит со своей скоростью. Большую роль играет чтение карты, то есть техника ориентирования. Даже если ты физически проигрываешь, можешь техникой выиграть. Важно отметить, что ориентировщики находятся в равных условиях. Карты раздаются непосредственно перед началом соревнований, до старта их запрещено читать, ведь тот, кто первым берет карту в руки, имеет больше времени на ее изучение в сравнении с остальными. А приехать заранее и изучить местность не запрещает никто. Провести несколько вечеров на природе, у костра, слушаясь в ночной лес – романтика. Мы с ребятами приехали сюда в пятницу, то есть заехали заранее. Мы традиционно в июне месяце выезжаем на три дня, потренировались здесь два дня и вот сегодня бежали соревнования. Выдаваемые карты отличаются друг от друга маршрутами. На отдельных контрольных пунктах участники могут встретиться, но по большей части у каждого свое направление движения. По мере прохождения маршрута спортсмен перемещается последовательно от одного пункта к другому в точности так, как составлена его карта. Иначе результат не идет в зачет. Это же касается и ситуации, когда был пропущен хотя бы один из КП. Контрольные пункты могут располагаться где угодно, за любой елью, за любой березой, могут даже в небольшом овраге. Поэтому каждому спортсмену необходимо быть максимально внимательным и заглядывать буквально под каждый куст. За профессионалами, кандидатами и мастерами спорта угнаться, конечно, сложно. Но большинство участников приезжает на соревнования по ориентированию вовсе не за призовыми местами, а чтобы испытать себя и ощутить момент единения с природой, насладиться ее красотой. Если вы хотите попробовать свои силы в ориентировании, но по каким-то причинам не можете выехать за город, вариант есть. В летний период проходит Кубок парков, предлагающий всем желающим в условиях городской среды на территории парков, культуры и отдыха пройти увлекательный географический тест. Виталина Басарашкина вернулась в Омск из Минска, где наша прославленная спортсменка принимала участие в европейских играх. В аэропорту чемпионка рассказала, что турнир стал для нее своеобразной репетицией предстоящего выступления на Олимпиаде в Токио в 2020 году, право на участие в которой она уже завоевала. Подготовка начнется осенью. На европейских играх Басарашкина выиграла золото в стрельбе на 10 метров из пневматического пистолета. На чемпионате России по тяжелой атлетике в Новосибирске Омская область представляла мастер спорта международного класса, победительница первенства Европы 2018 Ольга Тео. В весовой категории до 59 килограммов, а Мичка уже на старте турнира стала чемпионкой страны. По сумме выступлений в рывке и в толчке Ольга Тео набрала 202 килограмма. И этого результата с запасом хватило для золотой медали. Короткий, всего лишь двухнедельный отпуск сгорел как порох. И вновь потянулись трудные предсезонные будни. Вернувшись к тренировкам, футболисты Иртыша проводят втягивающие занятия на Красной Звезде. А впереди почти трехнедельные сборы в Московской области. Цель восстановить, скажем так, игровые связи – это первое. Второе – просмотр кандидатов. Именно на этом сборе мы этому посвятим основное внимание. У нас достаточно серьезные кадровые потери. Пономарев, Козлов, Морозов. Как вы думаете, удастся ли такого же класса игроков найти? Да, я уверен, что да, удастся. И как раз то, о чем я и сказал, на этом сборе мы этим будем заниматься. Тот сезон был хорошим, не будем этого скрывать. Но в плане результата мы его закончили немножко не на том уровне, который хотели. Поэтому если бы мы решили задачу выхода в ФНЛ, то и те ребята, о которых мы говорим, они бы тоже наверняка сохранили бы место в нашей команде. Поэтому все понимают, что задача одна – выход в ФНЛ. Она неизменна. И поэтому для того, чтобы ее решить, надо будет эти позиции, которые у нас сейчас проблемные, надо будет их закрыть и найти футболистов такого же уровня. Думаю, что мы это сделаем. Тем временем умы и души болельщиков Иртыша на этой неделе были изрядно растревожены слухами о том, что якобы наша любимая команда уже следующий сезон может начать в первом дивизионе. И слухи эти, скажем прямо, родились не на пустом месте. Хотя в минувшем сезоне Иртыш и завершил чемпионат на втором месте в зоне Восток ПФЛ, отстав от победителя дивизиона Сахалина на два очка. Но палата Российского футбольного союза по разрешению споров за долги перед футболистами сняла с Сахалина три очка. Таким образом Иртыш вышел на первое место. И что же? Мы теперь проследуем прямиком ФНЛ? Не тут-то было. Глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин по этому поводу выразился предельно четко. Вариант с выступлением Иртыша в следующем сезоне в ФНЛ исключен. Все процедуры закончены. Так что розовые грезы омских болельщиков, да и самих футболистов оказались разбиты. Следующий сезон Речники вновь проведут во втором дивизионе. В истории с возможным переходом футбольного Иртыша в предстоящем сезоне в первый дивизион официально поставлена точка. Психологически это тяжело? Вот тебе лично самому, что опять придется во втором дивизионе, в этой зоне Восток начинать сезон? В моменте было сложно, где-то обидно, а потом, в принципе, руки нужно опять поднять и бороться опять за первое место. По-другому никак, это жизнь все бывает, так что нормально, будем бороться. Что нужно сделать, чтобы в этом сезоне наконец-то в очных матчах переиграть Южно-Сахалинск? Ну, честно говоря, мне кажется, в этом сезоне будет главный конкурент не Сахалин. Смотреть ошибки, учиться, в принципе, все как обычно. А кто будет главный конкурент? Я думаю, что главный конкурент будет Новосибирск. Я думаю, они сейчас тоже соберут банду боевую. И уже будет еще сложнее сезон будет и Зенит, и Новосибирск, и Сахалин. Все будет непросто. В составе Иртыша на этом первом после короткого отпуска занятий тренировался и Андрей Разборов. Забив 16 мячей, он стал лучшим бомбардиром 2-го дивизиона среди команд Зоны Восток. И, конечно, сейчас интерес к нему проявляют многие клубы, в том числе и из ФНЛ. А ведь Разборов, настоящий лидер Иртыша и лицо нашей команды в предстоящем сезоне во многом будет зависеть от того, останется ли этот форвард в Омске. Андрей, ну не будем ходить вокруг да около. Сразу самый главный вопрос, конечно, болельщиков интересует. Ты остаешься в Иртыше на предстоящий сезон или полной ясности пока еще нет? Ну, отвечу, как всем отвечаю. Сегодня я игрок Артыша. Что будет дальше, непонятно. 25-го выезжаем на сбор, 27-го игра с первой лигой. Будем играть. Так что все следите. Все для вас. Ну, как говорится, плох тот солдат, да, который не носит в рюкзаке маршальский жезл. Наверняка ты сам-то мечтаешь не о том, чтобы опять в зоне Восток, во втором дивизионе начинать этот чемпионат. Ну, конечно, хочется двигаться дальше, лучше, но на первом месте все равно футбол мастерство. И если я не буду улучшать мастерство, то смысл оставаться в футболе и двигаться дальше. Поэтому буду получать свои навыки игры, а дальше будет видно. Тот самый матч с клубом из ФНЛ, о котором сказал Андрей, Иртыш уже сыграл. Это был первый матч на предсезонном сборе, который мячи проводят в Подмосковье в оздоровительном комплексе Борн. Играли мы 27 июня с Лучом из Владивостока и сгоняли безголевую ничейку. Теперь 30 июня сыграем Соска из Ростова-на-Дону, 3 июля с московским Велесом и 6 с командой из Обнинска. Эти матчи уже запланированы. Ну, а 9 или 10 числа проведем еще и пятый матч. Соперник определится позже. Мы желаем нашим ребятам удачи на сборе. В новом сезоне пора уже, наконец-то, решать задачу выхода ФНЛ. Не дело Омску прозябать на самом дне отечественного футбола. Ну, а от власть придержащих мы по-прежнему с нетерпением ждем того футбольного стадиона, которого достоин город-миллионник. Стадион может без футбола быть, а футбол без стадиона никак. То есть футбол – это и стадион одно целое для всех, для болельщиков в первую очередь, чтобы было комфортно. И я думаю, что те результаты, та игра, которая была в прошлом сезоне, она позволила болельщикам надеяться на то, что они не зря приходили, не зря болели. И мы на них очень рассчитываем. Еще раз хочу сказать им огромное спасибо за прошлый сезон и верю, что в этом сезоне мы опять будем вместе и решим эту задачу. Амичка завоевала серебро на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике. Турнир под названием «Мастера прыжков с шестом» состоялся в Чебоксарах. Среди участниц соревнований было немало именитых спортсменов. Действующая чемпионка Европы – двукратная вице-чемпионка мира в помещении Анжелика Сидорова. Чемпионка Европы среди молодежи – серебряный призер чемпионата Европы Ангелина Жука-Краснова. Чемпионка мира и Европы среди юниоров – Елена Уткова. Столь звездной компанией Омскую область представляла мастер спорта, бронзовый призер Кубка России 2016 и бронзовый призер чемпионата России 2019 – Ирина Иванова. В столице Чувашии она покорила высоту 4 метра 56 сантиметров и заняла второе место. Амичи отметились на пьедестале и в Новосибирске. Мария Родина и Анастасия Лазарева стали призерами всероссийских соревнований по современному троеборию. Оно включает в себя плавание, бег и стрельбу. В итоге Лазарева стала обладательницей серебряной медали, а Родина завоевала бронзу. Кроме того, амичи Мария Родина и Михаил Ключенко попробовали свои силы и в более сложной дисциплине четырехборий, которая включала еще и фехтование. Марии удалось занять второе место, Михаилу до пьедестала не хватило совсем немного. В его активе четвертое и пятое места. Амичи вновь доказали, что удаль молодецкая – это фирменный знак отличия сибиряка. Михаил Шевляков, Евгений Марков, Александр Мансеров, Юрий Калмаков – в рядах мастеров силового экстрима пополнения. Просим любите жаловать 20-летнего Дмитрия Скосырского, ставшего одним из триумфаторов первого в истории фестиваля по силовому экстриму «Евразийские игры», который собрал участников из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Латвии, Узбекистана, Крыма и Севастополя. Всего три месяца назад в Красноярске Дмитрий Скосырский взял Кубок мира в рамках «Сайбериан Пауэр Шоу». А сейчас сделал еще один золотой шаг в своей карьере. Команды состояли из двух человек. Напарником по команде у Дмитрия был титулованный российский атлет из города Саратов Евгений Гавриленко. И этот тандем одержал безоговорочную победу на этом турнире. В любом виде спорта большую роль играет психология. И Василий Грищенко вместе со своим воспитанником не понаслышке об этом знает. Прежде всего хотел бы поблагодарить братьев по силе, семью и тренера. Самым главным конкурентом на турнире был я сам себе. То есть, если, допустим, были сложные ситуации, когда многие люди отступали, то я боролся с собой и не мог этого допустить, потому что я представлял честь страны. Мои ожидания, в принципе, оправдались. Все, что я планировал, все мы выполнили. Все работы над ошибками, которые были отработаны после Красноярска, все оправдались. В силовом экстриме нет места поблажкам и снисхождений к самому себе. Дать слабину – значит проиграть. Даже несмотря на полученное повреждение во время одного из этапов, наш земляк продолжил выступление. Допустим, на втором упражнении я выбил себе зубы на бревне, но не отступил. Это, так сказать, небольшая жертва. Дало такой большой толчок, даже оно больше меня не расстроило, а наоборот, как бы подзадорило, что вот зубы выбил, все, значит надо до конца работать, чтобы оправдать эту жертву. Суданская прогулка с грузом, вес которого составляет 600 килограммов. Логлиф – подъем бревна над головой весом в четверть тонны. Скоростная эстафета со специальным 425 килограммовым коромыслом. Для таких парней нет предела человеческим возможностям. Пока ты работаешь над собой, пока у тебя есть какие-то слабые места, у тебя есть цель устранить ее. И так ты потихоньку сам себя, можно сказать, улучшаешь, модернизируешь. И поэтому силовой экстрим, он как раз таки закаляет характер, он закаляет силу воли, он закаляет дух. Именно характер, силу воли и дух и показали россияне, занявшие в итоге весь пьедестал почета. Дмитрий Скасырский в тандеме с саратовским атлетом Евгением Гавриленко стал чемпионом. Деляясь своими впечатлениями, он четко дал понять – у настоящего профессионала, кроме первого места, не должно быть иной цели. У нас не было другого выбора, так как мы на своей земле, уступить место, но это все равно, что проиграть, допустим, какую-то небольшую битву. Поэтому это давало большую ответственность, которая как можно больше так подбадривала, давала где-то там небольшой рывок, потому что по-другому никак. Либо мы, либо никто. Естественно, что останавливаться на достигнутом ни сам Дмитрий, ни его тренер Василий Грищенко не собираются. Впереди новые турниры, а значит новые испытания на прочность. Два турнира прошло для Дмитрия на высокой ноте и сейчас планируется этап стронгмен чемпион лиги 20 июля в городе Петрозаводск. И Дмитрий Скасырский в составе сборной России также будет представлять нашу страну и, надеюсь, покажет лучший результат. Поклонники этого захватывающего вида спорта смогут увидеть омских богатырей в деле совсем скоро, уже в первых числах августа. Мы приглашаем всех омичей на лучший праздник в нашем городе. Это день города Омска. И у нас по расписанию будет этап чемпионата России, соответственно. И еще мы планируем там устроить день рекордов. То есть будем регистрировать и устанавливать российские рекорды. Это вот в планах будет интересное шоу. Как всегда, приглашаем омичей к нам на площадку. А пока Дмитрий Скасырский готовится к новым стартам. 20 лет – великолепный возраст для того, чтобы покорять новые рубежи и ставить еще более высокие задачи. Хоккеист Никита Щербак перешел в авангард. Контракт с форвардом, вернувшимся из НХЛ, рассчитан на три сезона. В прошедшем сезоне Щербак сыграл восемь матчей и забросил одну шайбу за Лос-Анджелес Кингс в НХЛ, а также провел 28 игр в АХЛ за Лаваль Рокет и Антарио Рейн, набрав 12 очков. Также в авангард из-за океана вернулись нападающие Максим Мизюрин и Данил Береснев. С воспитанниками Омского клуба подписаны двусторонние контакты. В минувшем сезоне 17-летний Береснев выступал в главной юниорской лиге Квебека за Вальдор Форрерс, сыграл 73 матча и набрал 19 очков. 21-летний Мизюрин играл за Ньюфаундленд в хоккейной лиге Восточного побережья, провел 6 матчей и набрал 1 балл за результативность. И последнее в региональном Минспорте прошла церемония награждения по итогам регионального этапа фестиваля «Готов к труду и обороне» среди студентов ВУЗа. Лучшими, что неудивительно, стали студенты профильного спортивного ВУЗа. Золото у команды СИБГУФКО. Серебро у Политеха. Замкнули тройку призеров студенты Аграрного университета. Теперь в сентябре команда СИБГУФКО отправится в Челябинск, где будет представлять наш регион на главных студенческих стартах ГТО в стране. Это все, о чем мы успеваем рассказать вам сегодня. До встречи на 12-м канале через неделю. Любите спать. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!